привет любимые мои недавно я сняла ролик про мой опыт с 24 сантиметра с 20 сантиметров ну и вообще с разными крупными которые попадались и к сожалению всегда этот опыт был достаточно неудачным то есть вот все что у меня 20 плюс вот не везло мне ну по теории вероятности оно-то и понятно почему потому что такие размеры встречаются редко мужчины с которыми ты не совпала во многих параметрах и они оказались не такими уж космическими супер-пупер классными любовниками они встречаются редко поэтому вполне закономерно что ну да среди вот этих каких-то единичных случаев больших но не попался мне большой размер ой среди больших размеров не попался мне классный хороший чувственный подходящий конкретно мне любовник и возникает закономерный вопрос на в том числе и в телеграм когда я эту тему поднимала спрашивали кстати кто еще не подписался на мой телеграм ссылка под видео в описании и в подсказках переходите пожалуйста там я могу позволить себе более интимные темы более открыто без цензуры потому что здесь я вынуждена избегать каких-то слов заменять их потому что цензура мне уже прилетали страйки я очень переживаю за сохраной своего канала поэтому если я как-то так вот завуалировано что-то говорю это не потому что я стесняюсь а потому что цензура и мне нужно ее как-то обойти чтобы не потерять свой канал или не запороть ролик в телеграм такой цензур нет поэтому переходите подписывайтесь там больше свободы да и вот такой вот закономерный вопрос возник но хорошо если размер это вот настолько не главное что вот даже с несколькими с у кого был большой многие же мужчины думают вот если большой то все мне даже ничего делать не надо женщина будет счастлива вот только потому что он большой все ну серьезно многие так реально считают и что без размера вообще невозможно никакое женское счастье а если есть размер то вообще можно лежать и не шевелиться ничего не делать и этого женщине достаточно на самом деле нет ну действительно не в размере дело и можно сойтись с мужчиной с большим размером и вообще не испытать ничего вот как было в моем случае я не испытала ни-че-го и в то же время можно сойтись с мужчиной с маленьким размером например у меня были очень длительные отношения самые длительные отношения в моей жизни были с размером 13 сантиметров это то что вы считаете маленьким и потому что многие мужчины мне даже пишут у меня 15 сантиметров что мне делать как мне жить у меня маленький мало того мне даже писали у меня всего лишь 17 сантиметров неля подскажи вот как мне быть вот с таким вот маленьким размером ужас вы насмотритесь своим фильмов для взрослых и после этого вот так считаете такой ужас мне рассказываете так вот ну казалось бы то что вы считаете маленьким размером но на самом деле я десять лет прожила с этим мужчиной я не изменяла ему не то что я я не терпела нет ну я действительно его очень сильно любила я была привязана к нему я испытывала с ним огромнейшее удовольствие то есть одна из причин почему я так надолго задержалась рядом с ним это потому что просто был на фоне многих остальных любовников он очень сильно выделялся именно тем что конкретно с ним я испытывала намного большее удовольствие чем с остальными и до размер вообще не был никакой помехой у меня параллельно с ним когда мы познакомились были другие мужчины потому что у нас почти почти год у нас были такие отношения свободные и ну то есть у меня не беспокоило с кем он встречается его не беспокоило с кем я встречаюсь перед тем как мы ушли в моногамию и он несмотря на то что у него был далеко не самый большой а один из небольших он как бы выиграл эту конкуренцию потому что мы с ним сошлись и характером мы с ним сошлись и психологически то есть вот знаете вот этот пазлик в котором все совпало нам было комфортно друг с другом плюс качество прелюдии и вообще все вообще со всего того что между нами происходило оно было космическим удовольствие было космическим именно с ним у меня начались постоянные сквирты которых не было до этого и я вынуждена была себя постоянно контролировать и сдерживать чтобы не дай бог не случилось не было доверия такого к мужчинам чтобы это случалось а вот с ним я могла наконец-то расслабиться ему я могла довериться и у меня на него была ну действительно такая химия влюбленность меня очень сильно тянуло к нему и вот самое главное в мужчине вот куда мы переходим к важному да то есть из-за чего затевался этот ролик так что же все таки тогда срабатывает если не размер почему я не сквертовала и не получала такого же наслаждения с 19 20 и остальными сантиметрами у других мужчин почему именно с ним вот все так совпало что вот возникла эта привязанность возникла любовь возникло даже согласие моё уйти с ним в длительную моногамию хотя я конечно не очень себя представляла моногами но именно с ним мне захотелось это попробовать я рискнула с ним на этот шаг так вот самый первый параметр который притягивает женщин это химия химия то есть если не случилось химии и уже будет неважно какая внешность какой размер какие подарки вы дарите как вы ухаживаете то есть все это неважно вы можете быть удобным вы можете быть перспективным комфортным каким угодно но без химии вы не будете ее лучшим любовником или хотя бы одним из лучших потому что химия встречается конечно же не на одного мужчину в жизни это такая штука которая происходит несколько раз она не часто случается в моей биографии может быть но меньше десяти партнеров было таких с которым я испытывала химию где-то ну наверное пять или шесть максимум то есть представляете на вот вот этом всем количестве которая вообще встречалась мне вот всего пять шесть процентов это была вот эта вот самая и тогда все равно что мужчина делает как он выглядит какой у него размер ты просто млеешь и таешь и у тебя удовольствие от малейшего его прикосновения то есть вы вступать в какую-то такую синхронизацию это все делает природа так что такое химия потому что если например вы спросите у женщины каждая женщина точно знает что такое химия ну за редкими исключениями то есть женщина даже не нужно объяснять что это такое но я заметила в том числе в моем телеграм-канале здесь на youtube когда возникает этот вопрос многие мужчины спрашивают а что такое химия от женщины я не получила ни разу ни разу этот вопрос потому что женщины понимают они это чувствовали они знают что такое химия у мужчин все работает иначе мужчина включается просто на внешность да мужчину тоже могут быть быть мужчине прикать притягательные женские запахи он чувствует уровень женских гормонов по запаху и включается на эти гормоны но это чуть-чуть другое а именно женщины природа так запрограммировала женщин что женщины отбирают максимально подходящего самца и отбирают его не так как вам рассказывают на пикап курсах или вот эти вот все блогеры которые объясняют почему у вас разрушились отношения почему вас женщины юзают только за денег они muito объясняют что вот есть какие-то альфа самцы вот на них все женщины включаются если вы будете так вести туа у вас всё будет есть какие-то другие самцы не альфа но у людей так не работает это может быть у некоторых это у некоторых него всех животных у некоторых животных действительно если альфа самцы есть остальные самцы и там это все работает но не у людей людей по-другому Во-первых, самый важный параметр для человечества – это мозг. Поэтому ни сила, ни наглость, ни вот это вот все, что вам рассказывают, нет, здесь это не работает. Но вот наглость и сила – это работает на травмированных девочках. Мы перейдем к этому позже, это уже пункт по психическим совпадениям, как вы совпали по травмам своим. Так вот, по поводу химии. Женщина должна выбрать самого подходящего самца, того, с кем максимально удачно сочетаются ее гены. Для того, чтобы у потомства был лучший иммунитет, максимально хороший иммунитет. И чтобы вот по тому, как они генетически вообще там сцепятся, было минимум каких-то негативных последствий для потомства. То есть генетически самый удачный самец для данной женщины пахнет для нее вкуснее всех. Это означает, что могут быть самцы, которые пахнут для нее плюс-минус нейтрально, более притягательно, также притягательно, но чуточку, может быть, поменьше, самцы, которые для нее пахнут отвратительно. При этом этот же самый самец, который для данной самочки пахнет отвратительно, в какой-то другой ситуации для другой женщины будет тем самым желанным генетическим совпадающим партнером. Гены которого для нее как раз максимально удачными окажутся. И вот таким образом женщины реагируют. То есть как только в поле зрения такого обоняния, в поле обоняния женщины, ну примерно полметра-метра попадает данный мужчина, который ей очень-очень подходит, природа включает реакцию на его запах, на его феромоны. Она женщине сигнализирует, вот удачный самец, хватай, бери и срочно размножайся. Все, у женщины сносит крышу, она готова в тот же день, хоть на край света, хоть на соломе, без подарков, без ухаживаний, без каких-либо особых подвигов со стороны мужчины, она готова с ним размножаться. Вот так действует химия. Для каждого мужчины в мире есть женщина, которая так на него отреагирует. И для каждой женщины в мире есть мужчины, он не один такой, их много, несколько, на которого она так отреагирует. Ну, если мы возьмем прям по всем мире, то, наверное, это очень много. Это, наверное, тысячи, может быть, даже десятки, сотни тысяч мужчин. Но если мы возьмем в пределах какого-то города, ну, вот посчитайте, примерно один из 20, один из 30 из тех, кто ей уже приглянулся по внешности, и вот как-то она дошла с ними до какого-то более-менее такого близкого контакта, что она могла услышать запах этих феромонов притягательный. Если у женщины не случилась на мужчину химия, каким бы хорошим другом он для нее не был, что бы он для нее полезного и хорошего не делал, сколько бы денег он ей не пообещал и не давал, какие бы подарки он ей не делал, у нее не будет вот такого животного, безусловного притяжения сексуального к нему. Понимаете? У них, кстати, может быть неплохой даже союз с этим мужчиной, но страсти в нем никогда не будет. Вот эта вся бешеная страсть, она про химию. Когда женщины теряют голову, и, кстати, от внешности тоже не зависит. Вот у меня были девчонки, которые рассказывали, «Боже, у нас с ним такое было! Я его хотела постоянно! Я готова была на все! Я готова была идти с ним на край света!» При этом он вообще внешне был страшненький! Я даже не могу понять, как я на него так реагировала! И мне знакомые говорили, «Ну, слушай, что ты в нем нашла?» А потому что вот реакция на его запах, и все равно, какая у него внешность, он кажется самым красивым на свете! Вот вы даже могли встречать такие парочки, он может быть ниже нее ростом, он может не соответствовать ей социально, вот что угодно может быть не так, а она просто вот так вот трясется и дышать не может рядом с ним, и она его обожает до безумия. Со временем эта химия может… ее воздействие, конечно, уменьшается, но оно не проходит полностью бесследно. И еще, конечно же, на химию могут воздействовать негативные факторы. Потому что вот природа включает это на максимуме только в начале отношений. Потом, примерно через годик-два, химия как бы все меньше-меньше-меньше работает. И если отношения с вами удачные, люди совпали не только по химии, еще по куче параметров. Социально, они хорошие друзья, им комфортно вместе, они не делают друг другу очень много разных болей и неудобств, то эта химия не проходит полностью, даже никогда. То есть это те самые такие счастливые парочки, которым удается сохранить любовь и страсть до конца жизни. Это очень редкие пары, очень редкое явление. Потому что, ну, чаще всего как происходит? Химия случилась, голову потеряла, по всем остальным параметрам никак не совпадают, детей заделали, а ужиться вместе не могут. Ну и все, и отношения распадаются. И он, и она принимают решение, да ну нафиг эту химию, больше я в это не иду, мне без страсти удобнее. И вступают в союз уже без химии, без страсти. И тоже там проблемы, там не хватает искры. И они тоже вот это маются-маются, и потом опять расходятся. То есть вот все остальные варианты, они такие сложные. Поэтому так редки эти союзы, когда совпало все. Так вот, мужчины, да, они бы, наверное, подумали, что, наверное, если дело не в размере, то во внешности. Нет, внешность для женщины на самом деле практически не играет никакой роли. Мужчина может быть какой угодно красивый, но если на него не включилась химия, ну это красивая картинка, которого женщина не хочет. Она может даже выйти за него замуж, хвастаться подругом, но она его не будет любить, она не будет к нему вот так вот всей душой. У мужчин, кстати, по-другому работает. У них вот эта вот химия так не срабатывает. У них просто срабатывает реакция на женские гормоны и на внешность. И все. Потому что мужчина должен быть готов к спариванию, по большому счету, с любой женщиной, которая выбрала его, которая с ним согласна, которая готова с ним. И это может быть далеко не одна женщина, их может быть много. И, кстати, ну женщина тоже выбирает реже, она реже выбирает, но у нее тоже не один самец, ей предназначен природой. Поэтому вот эти все сказочки, что мужчина, женщина должна выбрать только одного самого-самого, и все остальные гуляют, и он один-единственный, а он может себе позволить гарем. Нет, так не работает. Женщина тоже включается в течение жизни на разных самцов, так что ей сносят крышу, и вот природа требует от нее, вот давай иди с ним. А теперь давай иди с ним. Там химия уменьшилась, все, теперь давай пошли на следующего, другого. Так, внешность не играет роли. Я, кстати, как-то этот вопрос на YouTube немножко пробивала, что там другие спикеры рассказывают. Некоторые говорили про запах, про химию, а некоторые говорили про безопасность. Вот самое главное, чтобы мужчина был комфортным, безопасным, чтобы он создал вот такое пространство для женщины, в котором она бы ему смогла довериться. С одной стороны, это так тоже, да? И такая достаточно опытная, умудренная жизнью женщина, она действительно думает о безопасности. Но, боже мой, какая 18-летняя, 19-летняя девочка думает о безопасности? Нет, у нее не хватает еще этих механизмов. Она, ну, если бы все женщины были природой так запрограммированы, чтобы думать о безопасности, человечество бы, наверное, так сильно не размножалось. Это, во-первых. Во-вторых, не было бы всех вот этих историй, связалась с абьюзером, связалась с нарциссом, связалась с наркоманом, связалась с алкоголиком, и потом живет годами, и не выходит из этого всего, и непонятно, что там забыла. Ну, не было бы этих историй, если бы все женщины вот прям заточены были на безопасность. Ну, так-то оно логически, да, но это касается более таких опытных взрослых женщин, которые уже нахлебались этой всей опасности. И это, наверное, касается тех случаев, когда на мужчину не включилось химию. Но женщина с возрастом, кстати, с опытом, она уже умеет останавливать себя в реакции на химию. То есть у нее уже были какие-то такие негативные истории, которые плохо для нее закончились, когда она потеряла голову от мужчины на его запах. И она уже научается с возрастом отказываться от таких мужчин. То есть даже если включилась химия, но он ей социально не подходит, она видит в нем какие-то такие черты опасные для себя, она видит, что с ним невозможно будет построить отношения, жить вместе, от него небезопасно рожать детей. Она может остановиться еще до секса с ним и не пойти в него. Поэтому это такая штука. Ну, я с ней не очень сильно согласна. И если это молодая девочка, и у нее включилась химия, боже, да какая там нафиг безопасность? Вообще они об этом не думают. Так, ну вот, да, и еще один параметр очень важный. Это чтобы людям было комфортно вместе, и они сошлись психологически. Чтобы вот их травмы совпали вот так вот удачненько, чтобы им было комфортно друг с другом вот именно в их травмах. Чтобы им было приятно провести время, чтобы они вот такие вот друзья были. То есть это человек, с которым ты можешь расслабиться. Не обязательно он заслуживает доверия. Это может быть тот же самый абьюзер, алкоголик и наркоман. Но твоя психика так реагирует на него, что ты с ним чувствуешь себя комфортно. И может быть именно благодаря тому, что он вот такой вот, с такими недостатками. Но эти недостатки, они комплементарны твоей психике. И вот если совпадают вот эти два параметра, химия плюс комплементарность его травм, его недостатков, его достоинств твоей психики, то есть именно тебе вот такое поведение надо, как у него. Именно такие слова нужны, как у него. Именно такие реакции на разные события нужны, такие, как у него. И вот это все совпадает. Вот это уже такой очень крепкий союз. И этих людей просто невозможно отлепить друг от друга. Вот что бы ни происходило в их жизни, они даже будут ссориться, они будут пытаться расходиться, они будут проживать какие угодно проблемы и кризисы, но у них не будет получаться разлепиться. То есть вот это вот самое мощное притяжение, оно случается вот на этих двух факторах. Химия плюс вот это психологическое совпадение. Кстати, вот на этих курсах про альфа-самцов, про там где МД, вот эти все рассказывают, мужское движение, учат мужчин быть наглыми, учат себя там плохо как-то по-хамски вести себя с женщинами и так далее, то здесь как раз они ищут. То есть вот эта вся стратегия, она заточена на то, чтобы находить вот таких вот женщин с низкой самооценкой, с такими определенными травмами, чтобы они комплементарно включались на такое хамское поведение. И такие девочки, они могут без химии, чисто психологически попадать на таких мужчин и действительно начинать от них зависеть, начинать испытывать эмоции и чувства к таким мужчинам. Причем вы же обратите внимание, это не сработает на 100% женщин. Это сработает на какой-то определенной категории женщин. И ну таких женщин достаточно много все-таки, да, все мы проживаем какие-то раны в жизни, у всех у нас была куча проблем в семьях, почти все мы недолюбленные, почти у всех у нас какие-то колебания, самооценки. То есть, ну, в любом случае, почти у всех людей есть какие-то проблемы. И конкретно вот на этих тренингах пошагово затачивают мужчин под определенный психотип женщин, чтобы они психически на них включались и влюблялись в них даже без химии и попадали в зависимость. И это, кстати, вот это поведение, оно как раз подходит этим мужчинам, потому что сами эти мужчины такие же раненые, у них такая же низкая самооценка, у них такие же проблемы, но пытаясь вести себя социально приемлемым образом, они не получают отдачи от женщин. То есть, да, у нас же есть какие-то шаблоны, как себя должен вести мужчина с женщиной. И вот когда они пытаются, ну, как бы быть типа хорошими, из-за их травм, из-за их плохой самооценки, низкой самооценки, из-за их каких-то личностных качеств, таких вот, ну, тоже не очень, как это сказать, которые им мешают, мешают нормально строить отношения, вот именно они не прорабатывают свои проблемы, а им показывают, что вот с такими качествами, как у вас, вы должны себя вести вот так, и тогда на вас купится такая отраненная, травмированная девочка, даже без химии, она будет за вами ползать на коленях, и вы будете из нее все, что хотите делать с ней, веревки из нее вить. Вот так это работает. Так, все я вам рассказала. Ну, в общем, вы поняли, да, что важнее размера. И вот когда вот это вот все, что я вам рассказала, оно сходится и совпадает, там уже не важно, есть ли там вообще хоть что-то, ну, там, у мужчины, там, где должен быть размер. Вот серьезно, вот там уже вообще не важно, где есть что-то там, нету там что-то. Вот если вот это все включилось в женщине, она влюбляется очень сильно, и ее от этого мужчины не отлепить. Поэтому ищите женщин, которым нравится ваш запах. Вот мужчины очень такую серьезную, важную ошибку совершают в своей жизни. Я это наблюдаю очень часто. Они-то выбирают себе женщину по внешности и по характеру, но они не понимают, любит ли она их. И потом у них в семье, в браке уже начинаются вот эти все проблемы, что у нее полностью отключаются влечения, ну, потому что поначалу хоть какое-то есть, ну, надо же как-то создавать отношения. А потом, ну, нет у нее притяжения к нему, вот этого животного, вот этого химического. И мужчины не могут понять, что же такое. А вот нужно было не спешить жениться на женщине, у которой на вас нет химии. Но опять же, если вы женитесь на женщине, у которой есть на вас сильная химия, но вы совершенно не совпадаете с ней социально, психологически, по характерам и вот по вот этим всем каким-то жизненным, да, важным вещам, в быту, в комфорте, в ценностях, то счастья у вас все равно не будет. То есть из тех женщин, у которых на вас включилась химия, которые вас вот просто без дезодорантов, без туалетной воды, без ничего, они хотят просто вас нюхать. И даже когда вы вспотели, и вроде бы вы не такой уж и чистый, и не только после душа, а она такая, какой ты вкусный, и все, и она поплыла. Вот если вот такая женщина еще и по остальным параметрам вам подходит по-человеческим, не только вот это, это такая животная часть. Химия – это наша животная часть, и для женщины она безумно важна. Почему? Потому что женщина создает детей. И она именно на животном уровне должна отобрать себе подходящего самца. И, кстати, я не генетик, я не врач, и вот это вот все, но собрав вот эту всю информацию из разных источников, у меня даже вот такая идея возникла, что вот есть же вот эти пары, которые никак не могут забеременеть. И вроде бы у него все хорошо, и у нее все хорошо. И отношения у них хорошие, потому что они очень классные друзья, им комфортно жить вместе. Но, видимо, они генетически настолько не совпадают. А, кстати, я у врачей, гинекологов, находила этому подтверждение. Я у них уточняла, они говорят, ну да, действительно, вот так бывает, что с одним мужчиной, вот вроде бы и он здоров, и она здорова, с одним она никак не может забеременеть. Там и код делают, по больницам бесконечно ходят, а со вторым буквально один раз без предохранения, опа, и готова беременность. Вот они вот настолько совпадают, и у них такое вот притяжение друг к другу, и вот это вот все, что природа сама за них все раз-раз и сделала. А тем она говорит, ну люди, ну не надо размножаться, ну не надо, ну не надо, ну не подходите друг к другу. Но они так хорошо социально друг к другу подходят, они такие друзья, ну ничего страшного, что страсти нету. Ну они не в дверь, так в окно. Не получается так, пойдем и код сделаем. Понимаете? Вот еще что. Это мое предположение, что возможно вот так это там срабатывает. А мы же, вот наша природа, она очень сильно социальными вот этими всеми нормами, социальными требованиями, она очень сильно гасится. и наша жизнь, она такова, что для нас действительно намного важнее выбрать удобного партнера по жизни, комфортного, в быту, финансово, во взглядах, в ценностях совпадающего, чем партнера, с которым будет какая-то феерия страсти, которая через 2-3 года поутихнет и выяснится, что мы с ним не можем жить. А найти так, чтобы совпадали все эти параметры, это очень тяжело. Но резюмируя все вышесказанное, не забываем о том, что несмотря на то, что большинству женщин размер вообще не важен, а намного важнее химия и совпадение по психологическим параметрам, по травмам, по взглядам, ценностям дружбы, комфорту, все-таки есть примерно от 5 до 10% женщин, до 10% у молодого поколения, потому что они уже выросли на фильмах для взрослых, и там им как бы вот навязали вот этот фетиш на размеры. И вот эти женщины помоложе, вот их там уже доходить до 10%, а женщины постарше, ну, мне кажется, там не больше 5%, по крайней мере, мои все опросы, они показывали такую статистику, что примерно 5%. Женщин, для них очень важен размер, это их фетиш, и они будут чувствовать себя все-таки, как это сказать, ну, они не смогут принять ситуацию, в которой у них включилась химия на человека без нужного им размера, и они будут мучиться в этой ситуации, они все-таки не будут понимать, что с ним делать, и это может быть какой-то проблемой и даже поводом отказаться от этого человека. Ну, а в каких-то случаях, даже несмотря на то, что у женщины есть такой фетиш на размеры, она может отодвинуть свой фетиш на второй план, все-таки выбрать химию, вот это тоже может быть, то есть там ситуация может и так, и сяк пойти, но вот эти 5-10% женщин, они могут являться таким исключением, для которых размер может оказаться важнее, чем химия. Ну, либо наравне, и они начнут метаться, и не понимать, чем с этим мужчиной делать, то ли его бросает, то ли с ним продолжает, а вроде бы я его хочу, а вроде бы как я могу его хотеть, если у него размер не такой, и вообще, и как я попала в эту историю, вот примерно так. Пишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу в комментариях, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ссылка под видео в описании и в подсказках. Обратите внимание, что я включила спонсорство, потому что у меня были страйки, я очень переживала, что я потеряю канал, я подала на апелляцию, все хорошо, видео все вернули, которые были удалены, канал я не потеряла, но с тех пор я очень боюсь за любое слово, которое я говорю здесь на YouTube, я очень фильтрую свою речь, мне приходится постоянно немножко подтормаживать, подтормаживать, можно сказать это слово, они говорят, ой, я сказала это слово, боже, 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 надо было кекс сказать, а вдруг это видео, что-то с ним случится из-за одного этого слова. В общем, я вот эти все переживания, меня это все очень сильно достало, видео, которые покупают спонсоры, смотрят спонсоры по подписке, их YouTube не так проверяет, или может даже совсем не проверяет, потому что на них нет рекламы. Для YouTube очень важно, что идет в эфир, в свободный эфир, что может попасть рекламодателю, и какая будет у него реакция. То есть они очень сильно беспокоятся о том, чтобы не было никаких чрезмерных пошлостей, чего-то аморального, у меня целый канал называется, аморальная штучка, ужас, ужас какой. И поэтому, ну а те ролики, которые смотрят только спонсоры, но их не так волнуют, потому что там нет рекламы. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на спонсорство, кому интересно. Я буду иногда выкладывать и новые видео. Я пообирала все-все ролики, в которых точно можно было бы к чему-то придраться и удалить их. Вот я их все закрыла на канале для спонсорства. Вот так вот. Поэтому будем вот так вот решать эти вопросы. Ну и обязательно, конечно, новые ролики только для спонсоров я тоже буду продолжать снимать, в которых чуть-чуть посвободнее и чуть что-то такое по откровению буду рассказывать. Я всех люблю. Целую. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...